Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Чё, теперь давайте покажу, куда мы приехали. Потому что место красивенное, да, пиздец. А я сидел на закат, пялился, прикиньте, час, б***ь, сидел и втыкал в одну точку. И знаете чё, как старый дед, б***ь, с пультом, знаете, от телевизора. Я уснул на кресле, б***ь, пялись в закат. Причём кресло-качалка, ах... Ну, качали, а поняли, которое на лоджии? Кто видел в телеге этот обзор на номер? Так, переворачиваю камеру, да? Вот вход в отель, ну, у нас уже ночь. Всё, вы не увидите, б***ь, уже не горы, да, не луна. Поняли, да, отельчик между гор. Вот прям между, между, между гор. Прям в горах, в ущелье в таком. Вот так вот он выглядит. Короче, чем он примечателен? Он, поняли, да, в азиатской архитектуре. Европейского нету. Но, смотрите, в чём прикол. Всё дерево. Вот вы можете посмотреть, ну, вы же это видите, да, дерево. И вы сейчас примерно будете понимать, какой ценник вот этой всей б***и. Ну, мы же понимаем, сколько стоит вот эта даже дверь. Просто узорчатая дверь, б***ь. Тут нас встречают. Ну, или встречают, или что-то. Я так и не понял. Короче, ну, что-то, что-то написано. Так, вот лобби. Кстати, время уже позднее, б***ь. Часов, наверное, сколько? Всё в 12 у меня, б***ь. Уже никого, естественно, нету. Но зато интернет нормальный, и мы сейчас можем. Так, погнали. Ну, поняли, да, резное дерево? Посмотрите. Ля, ну, это пизда. Это прям пизда. Ракушка. Смотри. Пацаны, отпишитесь. У кого у бывшей такая же ракушка была? Ну, таких же объёмов. Таких же размеров. Ну, тупо больше, чем ладошка в два раза. Вот так вот. Больше, чем пятерня моя. Ну, потому что мне это близко. У меня аналогичная хоня была. Так, посмотрите. Ну, вроде диван, да? Диван. Стол из цельного дерева. Тоже резной. Ну, вы посмотрите на эти шедевры. Ну, б***ь. Смотрите детализацию. Как это всё вырезано. Тут целая, б***ь, история на этом диване. Посмотрите, что тут происходит. Пиздец. Я не удивлюсь, если сейчас пам-пам-пам-пам-пам. И пошли заставки. Железный человек, там Капитан Америка, б***ь, всё. Марвел. Вот тоже. Ля. Кресло. Ну, это пизда. Ну, отвечаю. Я не знаю, вам нравится такое или нет, но я тащу. Я как конченый, нахуй. Я просто понимаю, что это за работа. Сделать вот такое кресло, которое... Ебать. Ля, нахуй. Вылез геморрой, прикинь. Хотел поднять кресло, вылез геморрой. Неудобно получилось, пиздец. А вот, лянь. Вы посмотрите, какая детализация. Посмотрите, какой солевой волк, нахуй. Что это за хуйня? Можно было как-то сделать получше? Что это за ебань? Ебать, жижа, б***ь. Пацаны, отпишитесь, чей кент. Чей кент вот с таким ебальником постоянно ходит. Ля, ебать. Хатико, ты? Ты ебать заждался, да, хозяина своего? Ой, ебаный рот, б***ь. Был бы я хозяином вот этого отеля, я бы сжёг этого волка, нахуй. Первым делом. Ну, я имею ввиду статую, чучело, макет. Не живого, естественно. Любите животных. Так, панали дальше. В этом уголку, ну, типа, лобби, поняли тоже? Ну, всё из дерева, всё резное. Тоже вот в таком формате. Ну, б***ь, это ебейшее. Дальше. Какой-то камень. Ну, типа, ценители искусства походят и скажут, ебать. Вы посмотрите формы этого камня. Для меня, нахуй, это кусок камня. Я в душе не ебу, что это за хуйня. Да, он гладкий. Но это камень, б***ь. Разные подушки. В смысле, разные. Прямоугольные, прямоугольные. Квадратная. Ты чё, хуятина? Ты чё, здесь одна квадратная? Ебать. Квадратная. Согласен. Некрасиво, б***ь. Так, дальше. Вот это шо? Это, братва, сталактиты, сталагмиты. Ну, и прочие иты. Или шо? Это соль. Ебать. Прикинь. Это соль. Не та, которая. Не вот эта хуйня. А именно лизни. Лизни хуйца моего. Б***ь. Ну, это красиво, ладно. Согласен. Ну, опять же, поставил бы я дома такую хуйню? Да нет. Ну, в смысле. Я бы ночью уебался бы вот об эту штуку, б***ь. И проклинал бы этот камень, б***ь. А можно? Я не разъебу нахуй. Короче, лучше не трогать. Так, а шо дальше? Дальше я вам нихуя не покажу, потому что там темно. Ну, это вот кабинки, поняли, где Святой Отец сидит. Поняли? Вот так вот подходишь к нему. Здравствуйте, Святой Отец. Я грешен. В чем грех, Сын мой? Святой Отец, я ебусь. Я часто ебусь. Это же хорошо, Сын мой. Ибо завещал Господь. Разумножайтесь. И не прекращайте род свой. Ибо Адам и Ева это... Нет, нет, Отец. Я ебусь в анал. Что? Да. А наугин. Пью от головной боли и продолжаю ебаться. А добрею, Сын мой, ибо я тоже ебусь. Ибо большинство Святых Отцов, блядь, тоже исполняют такие хуйни, которые... А потом сидят, блядь, и выслушивают. Ты грешна, дочь моя. Иди ты нахуй. Поняли, да? Вы не видели этот фильм разве? Ну, вот этот диалог не видели? Очень страшное кино. Не видели? Не знаю. Это, естественно, не мои слова. Боже упаси. Я человек верующий. Я ничего не имею против никакой веры. Это из очень страшного кино. А, это коллаб был. Очень страшного кино и GTA 5. Дальше веера, видите? Блядь, я вам так хочу это все показать завтра утром. Потому что сейчас вы нихуя не увидите. Это стол. Нет, блядь. Нихуя не увидите. Просто здесь очень-очень красиво. Вот это все. Это очень красиво. Точно. Ебать, фонарик. Ебать, вы цари. У меня фонарик работает. Короче, я напиздил чеснока нахуй корзину. Ебать. Блядь, дальше это шо, блядь. А шо внутри шо? Серьезно? Внутрь. Это киндеры. Ну, получается китайские киндеры. Шо-то внутри, блядь. Дальше тыква. Уже сморщенная, блядь. Старая, как хуй мой. Дальше шо. Чайный стол, да? Чайный столик. Причем включен. И плашка. О, плашка чайного стола. Кстати, если нет денег купить чайный стол, поняли, вы можете взять вот такую вот керамическую плашку чайного столика с наборчиком, поняли, который вот плитка подогревает водичку, здесь омывается, набирается, поняли? И здесь подогревается, и вот чайная церемония, чайные чашечки, и вот эта хуйня, вот этот, допустим, шкафчик и плашка чайного стола, угадайте, сколько стоит? Ребятки, и причем, ну, с целым наборчиком, с чашечками, знаете, сколько стоит? Вообще хуйню. 400 юаней. Честное слово. А плашка тяжелая-тяжелая, причем качественная. Ну, от 400. Короче, это прям дешево. Честное слово, дешево. Так, ну, тут понятно, блядь, тут даже урны какие-то, ебать, в золоте. Смотрите, веера, ну, это ж вообще пиздец. Это очень красиво. Это вообще разъебалого головы. Это все дерево, поняли, да? Лянь, веном. Ебать, это вообще пиздец. Это так красивенно. Ну, естественно, ночью с фонариком нихуя не видно. Единственное, что мы должны рассмотреть с фонариком, лучше рассмотреть. Это что? Правильно. Кента твоего, нахуй. Ля. Ля, ебать. Ой, блядь. Он моргнул. Ты что, ебанутый? Не пугай меня, нахуй. Я тут один хожу, волк моргнул. Я бы сейчас обосрался. Прикинь, нахуй, сейчас подходим, смотрим. Смотрим на волка, а он вот это хуйня, гань. Прикинь? И все. И отвечаю. И я сру в штаны прям стою. Сру в штаны стою, блядь. Фух. Так, что тут? Тут рестик. Вкусненько все, да, пиздец. Я завтра к вам покажу. Волк за тобой идет. Ты что, ебанутый? Нахуй, не шизи меня. Этот волк не снится будет, блядь. Ебать, пошли посмотрим. Он на месте? Да, на месте. Вот там и стой, сука, понял? Вот сидеть, сидеть. Ебать, адрессировщик, смотрите. Вы сейчас охуеете. Смотрите, клипайте, поехали. Итак, ребят, вы меня спрашиваете, как правильно выдрессировать волка в домашних условиях. Очень просто. Сидеть? Сидит, да. Хорошо. В глаза смотри мне. В глаза смотри. Выключи поворотники. Олена Перелит. Это ты или нет? Помните, вот в ТикТоке было там Олена Перелит какая-то? Ебать. Копия нахуй. Ебать. Я потерялся нахуй. Где мы ходим? Это только третий этаж. Я поднялся, прикиньте. Ебать. Вы видите, как он блестит или нет? Еще соль, прикиньте. Волк сзади. Ты что, ебанутый? Нахуй, еще раз что занешь меня, я тебя пиздану. Волк сзади, блядь. Так. Еще соль. Волк сзади, ебать. Это страшно пизда. Я не ведусь на эту хуйню. Волк сзади. Волк спереди, волк сзади, блядь. А где ресепшн, нахуй? Где мы, блядь? У вас волк, ебать, там. Это женщина-волк? Женщина-волк, получается? Она что-то спрашивает у меня, отвечать ей или нет. Я ничего не отвечу тебе, женщина-волк. Тут еще вода. Она выставлена, как боулинг. Получается, можно ли, допустим, чем-то сбить? Ну вот, если кинуть телефон, попадают бутылки, как боулинг. Да, получилось. Только получилось одну сбить. Прикинь. Блядь, телефоном не очень, короче. Нужен шар. Так, а что вам еще? Обзор номера сделать или нет? Я просто не могу орать. Ну, прям, показать вам все, рассказать. Я просто не знаю, там жижа спит или нет. Нихуя! Мусора! Так, что, погнали сразу обзор. Обзор члена. Ой! Ой, как неловко получилось. А что ты спал? У меня стрима, ты спишь, нахуй, да, уже. Спишь ты сколько? Я сейчас, подожди, дай, попытаюсь вспомнить. Часов, наверное, нахуй 12. Глаза, чекни свои. Вон она, блядь. Ля! Ля, сука. Китайское зеркало, блядь. Все понятно. Она, короче, решила, не дрочи меня, нахуй. Дальняк. Показать вам? Смотрите, какой дальняк. Ебать, пушка. Сидишь. И вот так вот сидишь, сидишь. И отказали ноги, нахуй. Ну, отсидел ноги. Бам, кнопка, сос. Нажимаешь, прибегают люди, помогают подняться тебе. Поняли? Ну, потому что, ебать. Ну, куда? Опа. Тут волк ходит, ебать. Волк. Волк, выходи, нахуй. Волк. Попиздил волк. Волк-воровка, блядь. Кофеек будешь? Крепкий, как мой член. Ты как думала, нахуй? Вот машинариум, блядь. Жижа у тебя там, машинариум. Какая жижа, нахуй. Я сейчас пробью стену, пойму. Смотри. Бам, сломал, нахуй, умывальник. Ля, трещина, блядь. А ты рассказывай, что-то. Опа, ойкай, нахуй, там. Поняла? Не хочешь? Ты сидеваешься? Будешь, бананчик? Не хочешь, не надо, нахуй. Я стараюсь, блядь. Для кого стараюсь, нахуй. Да пошел ты, нахуй, банан. А что это? Спирт. Банан, нахуй. Нихуя, ужал. Нихуя. Ебать, ебать, ебать. 35. Мне взять два арбуза под руки или что, нахуй? Тебе показать, кто тут, блядь, у руля, нахуй? Ой, блядь. Прости. Вот это быдло, нахуй, опять. Я сейчас вытру. Подождите. Фу, блядь. Ох и лох. Сука, ох и клоун, блядь. Вот это донецкая осталась привычка, знаете. Извините, родиба. Ля. Качается само. Кто это качается, братва? Это волк. Да, это волк. Короче, слышите, ну прикиньте номер. Номер 160 квадратов, блядь. 160 квадратных метров. Кофе, смотрю, выпила, да? Каша, я хочу молочко. Молочко хочешь? А что ж ты не сказала? Точно хочешь? Сейчас будет тебе кофе с молочком, блядь. Сейчас такая хуйня будет, блядь. Это уже с молочком. Держи, нахуй. Это с молочком, говорю. Здравствуйте. Все, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте, нахуй. Полчаса читала, блядь. Здравствуйте. Нахуй нанял переводчика. А можно заменить переводчика? Давай, я что-то говорю. Давай. Добро пожаловать. Ли Циан Фу Ха Чу. Это гостиница Ли Циан. Если что. Хорошо. Ага. Ли Циан Фу Хо Чин. Давай без выебонов, нахуй. Без выебонов. Ли Циан Хо Чин. Фун Чиан, блядь. Я так тоже мог, нахуй, перевести. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ли Циан Хо Чин. Фун Чиан. Я тоже, нахуй. Так же разговариваю, блядь. Чат. Скажите мне честно. Было там молоко или нет? Он спрашивал? Я подходил, нахуй, на ресепшн. И говорю, женщина. В рот, в рот, в рот. Нет, нет, нет. Там, блядь, пиздоболы. Не чат. Чат пиздоболов, блядь, собрался. Ну, неужели, ну, ты думаешь, я... Поддержали, нахуй. Вы должны были за меня быть. Я понял, что вы имеете в виду, ну, типа, она дефект речи, либо она ебнутая. Ну, потому что... Нет, это... Она пытается разговаривать нормально. У нее просто не получается, потому как она с 11 лет тут. Я научилась в китайских, в школах китайский иероглиф. У них нет ни ше, ни че. Поэтому она... Ну, я научу, дайте мне, пару лет. Пару лет она научится. У нее пиздец акцент. Она вот разговаривает, разговаривает, и она... А может мы пойдем? И она акценты даже на русский. Пойдем? Ну, поняли? Она не просто говорит, пойдем. Ром, пойдем? Ну, это пиздец какой-то. Вот это уже... Ну, Китай уже внутри нее. Поняли? Прикол. И те буквы, которые... Хорошо, что хоть Р умеет выговаривать. Не как китайцы. Ну, поняли? Хорошо, что Р, блядь, умеет. Не выговаривал об Р, вообще был бы пиздец. Ж. Ж вместо Р. Ну, китайцы ж не выговаривают. У них Ж. Я заставлял, блядь, Ж. Р говорю Р. А не Ж. Жен. Жен. Пусть шашлык скажет. Вчера учили. Вот у них... Как чай не кипит, нахуй. Шашлык. Шашлык. Кто это, мадам? Сиделка моя. Вожу ее с собой, потому что... Сзади волк, ебать. Где? Вот это? Сиделка моя. Меняет мне утку, блядь. Сиделка я переводчик, короче. Не обращайте внимания. Покажи. Встречаем рассвет. Сколько лет куришь? Блядь. Осуждаю свои действия. Не призываю ни в коем случае повторять. Даже... Я даже против того. С шести лет начал курить. В семь уже прям... Полноценно покупал Сиги. Где-то в девять мама узнала. Пиздила где-то лет, наверное, до двенадцати. Ежедневно пиздила. А потом сказала все, ебись как хочешь, короче. Твое здоровье, твоя жизнь. Так вы не встречаетесь. Ну, все сложно, брат. Ну, типа... Нахуй оно вам надо, скажите мне. Я с ней из-за гражданства. Мне надо... Мне нужно гражданство. Она через... Через полтора года получает шингфанжин. Ваня Лида. У нее сейчас семейка. Семейная виза. У нее сейчас русский паспорт. Через полтора года шингфанжин получает все гражданство Китая. И... Ну, и все. Я буду семейную визу делать. Поняли? Ну, чисто, чтобы не ебаться там с театром там со всеми. Да. Да. Это любовь, братва. Ой, там история, блядь. Я не могу ее рассказывать, честно. Ее... Ну, вывезли из Китая в маленьком возрасте. Против воли мамы. Поняли, да? В Россию. Потом она в частной школе. По-моему, в Монако, блядь. Он ее отправил учиться. Или... А, на Мальте. На Мальте. Частная школа. Не-не-не, я сейчас... Я сейчас клянусь. Ну, эту инфу я не могу говорить, потому как это запрещенная инфа. И потом только по... Ну, долго-долго там... Пытались ввести обратно. И у мамы получилось ее забрать в Китай. Блядь, не надо было вообще этого рассказывать. Короче, там сложная хуйня. Ну, прям, очень-очень сложная. Просто поверьте мне, что сложная. Все. Так, сейф. Положили сам. Шо, он ебанет сейчас? Шо, брат. В пизду, короче. А, это микроволновка. Блядь, а это... Это, получается, я выставил 444 минуты, да? Поэтому замкнуло. Ебать. Точно. Надо было просто 4, да? 4 минуты, типа, чтобы сало разогрелось. Ебать и лох, нахуй. Выключи с розетки. Видели? Комментарий. Долбоеб года, нахуй. Выключи с розетки. Смотри. С розетки, нахуй. Ой, я хуею, блядь. Это что? Зубы чистить, блядь? В пизду. Я теперь боюсь за сало. Оно не в безопасности. Мне страшно. Как теперь оно будет, блядь. Вот это хуйня классная. Ну, прям. Вот в этой хуйне я сегодня уснул. Прикиньте, я сидел. Вот так вот на закат тыкал, блядь, и вот так вот уснул. Семь косарей людей смотрит, как я открываю, блядь, сейф. Ложка, ебать. Здравствуйте, сегодня мы проведем... Мужчина, что делать, нахуй? Зубы. Кто профи, нахуй? Кто ебал все сейфы в рот? Вот, отец ваш, медвежатник, блядь. Ни один сейф меня, нахуй, не остановит. Одиннадцать друзей Оушена, свяжитесь со мной. Я взломал китайский сейф, блядь. Что, вы спросите, будет следующее? Пентагон. Что еще есть? Ну. Пентагон. Фу, я справился. Госуслуги. Так, ладно. Все, давайте заканчивать с этой хуйней. А я сейчас, знаете, что сделаю? Скажи шашлык, быстро. Шашлык. Шашлык. Шашлык, нахуй. Шашлык. Шашлык. Да. Да. Моя школа, нахуй. Моя. Ежедневно будем практиковаться. Ежедневно, нахуй. Шашлык. Слышали? Уже, блядь. Скоро она будет. Шашлык. И бам. Разбила об голову, нахуй, бутылку. Вот так вот, блядь, надо. Салов сейф. Та сука, ты шо, полудурок, Салов. Зачем? Сейф не рабочий теперь. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok